так что с вами комаров виталий продолжаем кстати вот из этого этот шаблон был сделан мной вот именно для этого отвода то есть вот это развертка стакана вот сейчас мы такую штуку сделаем только по другим немножечко размером так что же начинаем тяжелый тяжелое объяснением я начинаю писать 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 так у нас есть радиус кривизны он равен у нас 180 189 миллиметров радиус так видно вот так это радиус кривизны дальше у нас идет радиус затылка он нас равен двести пятьдесят два миллиметра и радиус шейки у нас равен 189 миллиметров диаметр отвода у нас равен сто двадцать шесть миллиметров так надеюсь все помнят что я в первом видео рассказывал и сейчас мы вот на этом примере будем считать так у нас значит отвод будет из пяти частей это значит два стакана три звена то есть шесть стаканов шесть стаканов и два стакана получается восемь стаканов нас так отвод пять частей два стакана у нас и плюс шесть стаканов так и три у нас звена еду вот этот практически нам нужно только вот этот то что у нас восемь стаканов и из этого мы сделаем вот тот самый шаблон который я показывал начинаем считать есть такая формула 1,57 умножить на радиус шейки и разделить на количество стаканов то есть восемь у нас восемь стаканов и вторая формула точно такая же только за место радиуса шейки у нас идет радиус затылка и деленное на количество стаканов ну и берем все это как говорится подставляем один пятьдесят семь умножить на сто двадцать шесть и разделенное на 8 и у нас здесь получается двадцать четыре семьдесят два величина это у нас высота шейки высота затылка считается точно также что одна целой пятьдесят семь сотых умножить на двести пятьдесят два радиус затылка двести пятьдесят два кстати радиус шейки не всегда может быть равен диаметру он может быть и полтора диаметра равен и так далее и делим все это на 8 на н 8 стаканов и мы получаем значение 49 миллиметров 49,45 миллиметра вот так вот эти величины примерно подгоняет отвод под 90 градусов но есть такая особенность то есть отвод когда собирается вручную у него то есть люди мы все разные у каждого человека разный удар у кого-то такой от вас выйдет ровно под 90 градусов у кого-то этот отвод не дойдет до 90 градусов у кого-то это перейдет 90 градусов удар разные и за счет того что вот эти швы заваливаются может произойти так что вот эта сторона на как будет тягивается внутрь или наоборот раскрывается так что так вот им нужно это иметь ввиду и почему бывает так что один и тот же шаблон по у одного жестянечко отвод получается а у другого не не получается так что и такие шаблоны строго индивидуальные получается как правило ими может пользоваться только один жестяще жестянщик так ну что ж мы все это получили высоту шейки нам остается вычислить развертку развертку нас равняется число пи умножить на диаметр плюс припуск на фальце у меня припуск на фальце 18 миллиметров 18 делим на 3 получается 6 это ширина фальца должна получаться и таким образом у нас получается 126 умножить на число пи и плюс 18 еще раз переживаю вот видите как я воду число пи пи это вот самые это родное число жестянечко не забывайте об этом умножить на 3 целых 14 сотых плюс 18 у нас получается результат 413 миллиметров все вот по этим показаниям мы можем построить отвод начинаем его строить вот я приготовил такую жестяночку если ножницы возьму они мне далеко вот ножницы естественно чертилка где-то у меня была она туда недавно рисовал вот она чертилка нам потребуется только чертилка линейка и ножницы и на этом видео будет закончена так ну что уж начинаем мы ведь все дело строить так вот у меня кусочек железа есть на какой стране это не чертить получше я уж прямо не знаю так ну что ж отмеряем 413 миллиметров я смогу выберем по красяшу ладно ай мой голова камера задела отмеряем 413 миллиметров 413 миллиметров это уже с припуском один как под камеру тяжело 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 просто так вот отмеряем 413 миллиметров я наверно плечом своим залазь и дальше что нам нужно нам нужно определить припуск припуск вот на эти фальцы с одной стороны 5 миллиметров другой 10 миллиметров то есть общий припуск получается здесь 5 здесь 10 15 миллиметров получается правильно 15 разделить на 2 это получается где-то 7 миллиметров но я сделаю ладно 8 мне плохо видно приходится под камеру залазить и здесь 8 я даже не знаю толком видно нет я потом попробую маркером обрисовать так вот этому сделали припуск то есть он припуск пойдет и вверх и вниз то есть когда пополам складываем из 8 миллиметров получается 16 миллиметров как раз у 5 туда 5 сюда где-то так хотите семь с половиной откладывать и ребят я не против так дальше у нас величина 43 так нам нужно так 43 плюс радиус по шейке 40 9 миллиметров до до 49 миллиметров а складываем все так 9 миллиметров так еще одно так как мне нужен угол немножко острый я прибавлю немножко больше то есть я сделаю например 52 это получается у нас затылок высота затылка на ней на ней на нем же нужно отметить и высоту срезки то есть высота срезки здесь имеет радиус шейки она и как раз вот имеет 24 миллиметра минимально величина и так как я три миллиметра прибавлял я откладываю здесь 27 миллиметров то есть у меня отвод будет немножко острее вот если вот немножко сравнить с кем вот он примерно как похоже чуть-чуть этот этот вот настолько длиннее потому что отвод у на 4 миллиметра он больше чем вот этот вот так то же самое соединяем линию эти 27 миллиметров нам нужно сейчас теперь поделить пополам дальше уже идет практически то же самое что ну было раньше так 27 это 18 18 плэй вы так 27 пополам 13 13 плэй миллиметров отвод я строю рыбкой их сочность можно строить в любых вариантах как удобно кому что сразу же откладываю припуск чтобы он нам мешал в построении то есть здесь я откладываю 12 миллиметров потому что 6 миллиметров уходит туда так их 6 миллиметров а складывается здесь линейка бликует по страшному ну вот у вас практически вот эту рабочую часть мы уже сформировали и так у нас длина развертки получается 413 миллиметров теперь все нам 413 минус 18 это получится сколько у нас получится вот 495 495 нам нужно разделить на 4 у нас 15 и почти 4 то есть 124 миллиметров у нас получается 123 построить рыбку мою вот эту величину и откладываем 123 миллиметра 123 миллиметра 123 124 да теперь чином так мог еще раз проверить здесь насчитал квакай кучу квакай ты чё квакай ты чё где есть калькулятор за калькулятор 413 минус на 395 и разделить это все на 4 да здесь вот я промашку дал 395 разделить на 4 это у нас получается 98 но не всегда получается в уме нормально посчитать отмечаем 98 это у нас неверная величина 98 эти вот величины мы откладываем в чистом виде не от края листа от края развертки то есть 98 давно быть от крайней черты дальше у нас а мы нам известен диаметр нам известен диаметр 126 умножить на ноль целых где запятая 28 сотых так у нас получается примерно 35 миллиметров эти 35 миллиметров мы сейчас отложим вот от этих самых величин которым откладывали посередине меня стучат немножечко отвлекают то есть 35 миллиметров здесь 35 миллиметров здесь надеюсь еще посчитал правильным потому что под камерой и вот эти вот точки которые мы получили сейчас я помечу то есть вот это вот это вот это . это это и это мы сейчас должны соединить что давайте посмотрим лучше дальше если вы 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 вот у нас получается такая штука я потом все это в виду маркером но я думаю что вам тут все понятно так 35 разделить пополам это получается по 17 с половиной миллиметров мы делим вот эти вот отрезки так если он она придет так который мы делили это 17 половиной миллиметров но и резчики вот так вот делаем над с половиной 35 52 с половиной вот их трех штук вполне хватит можно откладывать каждый отрезок то есть я вот не использую не циркуль ничего я все делаю линейкой это все реально реально как страшно то не забываем есть поделить пополам тридцать пять миллиметров и здесь пополам 35 миллиметров так тоже самое поступаем мы здесь в данном случае здесь получается по три раза отложить 17 миллиметров строим здесь сейчас мы после всего этого будем все это делал соединять вот эти черточки это уже называется мостики мы между собой соединяем здесь эту линию тоже делим пополам тоже делится пополам этот способ мостиками считается дедовский современный способ он заключается в способе деления окружности вроде бы как считается точнее я иногда пробегаю к этому способу с ним заморочке больше не особо я его люблю дедовский как-то проще хлоп-хлоп готова но зато современный способ он дает наиболее точное построение чуб леку и ческалю ну и вот что у нас получается сейчас я обвожу то что у нас получилось у меня видео есть по построению способом мостика он ничем от не отличается это от вот из трех частей так же колено под углом 90 градусов начинаем вырезать шаблон который у нас будет чем мы плавнее шаблоны вырежем тем легче нам будет работать так ну вот и все шаблон построен на 126 миллиметров из пяти частей все следующее видео уже будет построение самого отвода подписываемся ждем